Добрый день! В эфире «Фабрика грез». 14 июня ушел из жизни выдающийся режиссер, актер, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель Станислав Сергеевич Говорухин. Это огромная утрата для всего культурного мира. Фильмы Станислава Говорухина – это всегда разговор о самом важном, о проблеме выбора, о человечности. Это всегда ярко выраженная гражданская позиция автора. За свою долгую и плодотворную жизнь Станислав Сергеевич заслужил уважение миллионов зрителей. Практически все его фильмы становились культовыми сразу после выхода на экраны. Не смейте так само разговаривать! Я вам не жулик! Я слышал, что ваше учреждение с ними обращаются довольно бесцеремонно. А я врач, я в конце концов, я кандидат медицинских наук. Я буду жаловаться! Жаловаться? Ну, насчет жалоб я уже слышал, приходилось. А насчет жулика? Правда, вы не жулик. Вы человека убили. Его творчество тесно вошло в нашу жизнь и понятно зрителям всех возрастных категорий. Станислав Сергеевич был очень органичен на экране как актер, при этом работая в разных амплуа. Аса, Анкор еще Анкор, Орел и Решка. Он сумел как режиссер держать в напряжении всю огромную страну, когда по вечерам на их экранах его капитан Жеглов и Володя Шарапов приближали эру милосердия. Говорухину хотелось видеть в жизни лучшее. У него и один в поле был воин. Нужно только не бояться выйти против системы. Вы что себе позволяете? Это что вы себе позволяете, господин полковник? Смотри, старик, не промахнись. Не промахнусь. 1961 год. Хрущевская оттепель. Расцвет искусств, живописи, литературы, кинематографа. Было на кого равняться. Вот в это благодатное время Станислав Говорухин шагнул в кинематограф, поступив на режиссерский факультет в ГИКО в мастерскую Якова Сегеля. В 1966 году молодой режиссер Станислав Говорухин, с отличием окончивший ГИК, вместе со своим лучшим другом и сокурстником Борисом Дуровым, прибыл в Одессу и сразу получил предложение снять фильм об альпинистах. По словам Говорухина, предложенный сценарий был откровенно слабым, и никакие попытки его переделать не могли спасти ситуацию. Но полные энтузиазма новоиспеченные режиссеры решили спасти ситуацию, пригласив на главные роли Владимира Высоцкого и Ларису Лужину. И сценария, за который никто не брался, Говорухин сделал культовый фильм. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, Пусть он в связке в одной с тобой, Там поймешь, кто такой. До начала съемок фильма актеры неделю жили в палатке под ледником. Надо было набраться альпинистского опыта, почувствовать горы, особенно в Высоцком. Станислав Говорухин очень рассчитывал на песни, которые он должен был написать к фильму. Без них картина не могла состояться. Успех картины был грандиозным, А песни Высоцкого из фильма сразу вышли на гибких пластинках и стали невероятно популярны. Так оставьте ненужные сборы, Я себе уже все доказал, Лучше гор могут быть только горы, На которых никто не бывал, На которых никто не бывал. Говорухину и Высоцкому суждено было еще раз встретиться на съемочной площадке на фильме «Место встречи изменить нельзя». Станислав Сергеевич говорил, что воспринимал встречу с Высоцким не просто как сотрудничество режиссера с актером. Он говорил, что Высоцкий оказал на него огромное влияние, научил быть сильным. Я Вам все по совести, можно сказать, как своему, а Вы вот как мне ответили. Это не ври, не ври. С каких-то пор жеглов уголовником своим стал. Давил я вас всю жизнь по мере силы, давить буду до полного искоренения. Если бы не экранизация романа Вайнеров «Эра милосердия», то Станислав Говорухин вполне мог бы стать режиссером первого советского боевика «Пираты 20 века». А было это так. История картины началась в конце 70-х годов. В газете «Известия» появилась статья одного корреспондента-международника о вопиющем факте пиратства. В Южно-Китайском море на итальянский сухогруз напали морские бандиты, расстреляли команду и захватили вместе с судном 200 тонн урановой руды. Прочитав заметку, режиссер Станислав Говорухин задумал сценарий будущего фильма. Только в нем фигурировали советские моряки. Он позвонил своему другу Борису Дурову. Дуров загорелся идеей. Друзья решили, что сценарий напишет Говорухин, а снимать фильм будет Дуров. Сам Говорухин взяться за пиратов не мог, потому что уже запустился с вайнерами. Отдавать хороший сценарий в чужие руки Говорухин очень не хотел, так как у него уже был печальный опыт, когда от первоначального сценария в финале практически ничего не осталось. Но Дуров сценарий отнесся очень уважительно и бережно. Часто советовался с Говорухиным по поводу съемок той или иной сцены. Всем военным судам, авиационным и подводным соединениям всех стран совершено нападение пиратов на мирное торговое судно. Просим немедленно двигаться в район, обозначенный координатами. В итоге пираты 20 века стали чемпионом советского кинопроката. За один только год этот фильм посмотрело 100 миллионов зрителей и получил самую негативную оценку критиков. Но время лучший судья и все расставило по своим местам. Прошло почти 40 лет, а пираты 20 века по-прежнему пользуются бешеной популярностью у зрителей. С особой теплотой Станислав Говорухин относился к своим детским и юношеским фильмам. На его экранизациях приключенческих романов Дефо, Марка Твена и Жюль Верна выросло не одно поколение зрителей. По словам режиссера, приступить к созданию этих фильмов его заставило равнодушие детей к чтению. Говорухин сам вырос на классике мировой детской литературы и считал подобные пробелы воспитаний и образований молодого поколения едва ли не катастрофой. Краписана! Краписана! Там, там, большая пирога! Есть книги, чтение которых доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. К их числу относятся приключения Тома Сойера, Марка Твена. Настольная книга детства нескольких поколений. Спустя сто лет после ее написания, Станислав Говорухин сделал блистательную трехсерийную экранизацию. Том, а вот как по-твоему, что это такое выкуп? Не знаю. Понимаешь, там только сказано, что нужно их держать до тех пор, пока они не выкопятся. Может, это означает, что их нужно держать до тех пор, пока они совсем не подохнуты? Тогда и давай их сразу выкупим доской по башке. А только недели-то сколько? Корми их! Да следи, чтобы не убежали! Женщин гек нельзя выкупать. Разбойники – самый вежливый народ в мире. Ты это прочтешь в любой книжке. Говорухин погружает зрителя в атмосферу провинциальной Америки второй половины 19-го столетия буквально с первых же кадров. А также в полной мере передает замечательную атмосферу беззаботности, бунтарства, независимости. А главное – захватывающий, приключенческий дух, которые царили в романе Марка Твена. Все три серии приключений Тома Сойера и Геккельберри Финна смотрятся на одном дыхании. И не только благодаря гениальности литературного первоисточника и высокопрофессиональной режиссуре, но и бесподобно подобранному актерскому составу. Создается впечатление, что звезды советского кино соглашались даже на эпизодические роли с большой радостью, поскольку участие в экранизации одной из самых лучших детских книг всех времен и народов – большая честь и несомненная удача. Екатерина Васильева, Толгат Нигматуллин, Владимир Конкин, Севолод Абдулов, Виктор Павлов, Ролан Быков. Нигматуллин вообще сыграл просто демоническую личность. Великолепный злодей, хладнокровный, жестокий, беспощадный и неуловимый. В детском кинематографе львиную долю успеха составляет удачная игра юных героев. И здесь Говорохин попал, что называется, в яблочко, отобрав на главные роли таких колоритных персонажей. Томас сыграл самая яркая звезда детского кино тех лет Федя Стуков. А его партнерами выступили актеры-дебютанты, ставшие в будущем суперзвездами российского кино – Владислав Галкин и Мария Миронова. Дети сыграли просто замечательно, не уступая в мастерстве и таланте взрослым актерам. Они выглядели настолько настоящими, что ни разу не возникло мысли, что это маленький артист. «Приключения Тома Сойера и Геккель Берифина» – один из моих самых любимых фильмов. И, по моему глубокому убеждению, лучшая экранизация романа Марка Твена. «Берешь кошку и идешь с ней на кладбище к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек. И вот в полночь явятся черки, но ты их не увидишь, а только услышишь ихний разговор. Вот, когда они потащат покойника и кинь след кошкой, скажи, «Черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом, тут и дело с концом, все трое дало от меня. От этого любая бородавка сойдет». Еще один достойнейший фильм, сделанный Станиславом Говорухиным «Детей», это экранизация не менее популярного мэтроприключенческого жанра «Жулия Верна», а именно его романа «Дети капитана Гранта». «А если наши друзья там томятся в плену и ждут избавления, можем ли мы обмануть их надежды? Если мы на нашем прямом пути не встретим следов капитана Гранта, двинемся по 37-й параллели, дальше за океаном». «Да, мой отец там». «И мы найдем его, мой мальчик, где бы он ни был». Станислав Говорухин сделал вольную экранизацию чуть ли не самого популярного произведения «Жулия Верна». Но это ничуть не портит фильм, даже наоборот. Он получился удивительно органичным по всем составляющим, включая прекрасную музыку, изумительные виды природы, а также захватывающий сюжет. С самых первых кадров зрители погружаются в мир приключений. Акула с бутылкой внутри, загадочная записка и снаряжение экспедиции в неведомые края, навстречу опасности. Отличный прием эпизода с участием самого Жулия Верна. Как будто он сейчас вот и пишет этот приключенческий роман, а потом встречается со своими героями. Все актеры сыграли своих героев так, словно те сошли со страниц романа. Сейчас несложно найти ресурсы для красивого и даже роскошно красивого кино. А вот смог бы кто-нибудь сейчас снять такое кино? Искреннее, настоящее, вызывающее светлые чувства. Говорухин смог несколько десятилетий назад. Станислав Сергеевич как-то сказал, что ценит кино, пробуждающее добрые светлые чувства, как и книги Жулия Верна, и ему это удалось. На несколько часов ты полностью погружаешься в детство, восхищаясь героями чудесной книги и замечательной экранизацией, в которых даже о злодеях говорят, из них мог бы получиться настоящий человек. И еще это необыкновенная музыка Исаака Дунаевского. Едва ее слышишь, сердце начинает трепетать, как в детстве. Ценность фильма «В поисках капитана Гранта» в том, что он очень органичный. В нем нет ничего лишнего, что мешало бы воспринимать историю о поисках капитана. Каждый кадр, каждая мысль, каждый диалог, как отдельный кусочек мозаики, входящую в единую великолепную картину. Что может быть прекраснее, чем поставить науку на службу людям? Вот это хорошо сказано. И потом вы, так же, как и мы, должны положиться на волю случая, вернее проведения. Оно дало нам в руки это письмо, и мы отправились в путешествие. Оно же привело вас на Дункан. Так не покидайте нас, месье Паганет. Знаете, господа, что я думаю? Вы хотите, чтоб я остался? Ох, не лукавьте, Паганет. Вам самому смертельно этого хочется? Чертовски! Но я стеснялся в этом признаться. Знаменитый режиссер был уверен, что ошибка многих его коллег-режиссеров в том, что они делают скучные работы, в которых напрочь отсутствует ирония и юмор. Даже в серьезном фильме, по мнению Говорухина, должны были быть смешные места. В этом, по-видимому, и кроется секрет неимоверной популярности фильмов Станислава Сергеевича. Во всех своих картинах, среди которых, кстати, нет комедий, сценарист обязательно включал несколько эпизодов, где присутствует юмор. Причем Говорухину это удавалось просто великолепно. Зрители до сих пор цитируют многие сцены из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя». Ну, Сопрыкин, чего ты там опять натворил? Ничего. Вот кошелек у гражданки украл. Украл. Кошелек, кошелек, какой кошелек? На, обыщи. Обыщи, обыщи. И вон там в левом кармане. Сиди. Ой. Чей кошелек? Мой, мой кошелек. Так, все видели? Оформляй изъятие. Прошу вас, пройдемте. Граждане, товарищи, товарищи, ну что ты такое делаешь-то? Ведь это он, Мельтон поганый. Он сунул мне кошелек у входа в карман. Твою осюга! Такая. В воскресенье 11 ноября 1979 года в 8 часов вечера по первой программе центрального телевидения начался показ первой серии многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя». Поскольку фильм предваряла мощная рекламная кампания, особый упор делался на участие Высоцкого, аудитория в те часы собиралась огромная. Чуть ли не вся страна. Улицы пустели. Лучшее свидетельство художественных достоинств фильма находится в отчете МВД за 79-й год. В те пять вечеров, когда показывали место встречи, не зарегистрировано ни одного преступления. Это не доказательство поистине волшебной силы искусства. Здорово! Жеглов моя фамилия. А ну-ка, ищи со стул, отец Гайгорий. Я здесь поработал немного. Объяснил товарищу кое-что о нашей работе. А, я вижу, вы уже познакомились. Вот рекомендую тебе, Шарапов, это великий человек Гриша Ушивин. Подпольная кличка 6 на 9. Непревзойденный фотограф и внук барона Мюнхгаузена. Послушай, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели. Если ты хочешь со мной поругаться... Да, боже меня упаси, ты еще всеми нами покомандуешь. Садись, Шарапов. Садись, расскажем. Ну что? Сенька. Это свои, Шарапов, новый сотрудник, знакомьтесь. Шарапов. Николай. Сенька Тузик звонил. Так. Бандиты назначили встречу. Знаковыми в творческой биографии Станислава Сергеевича Говорухина стали и такие фильмы, как «Десять негритят», «Благословите женщину», «Артистка», «Ворошиловский стрелок». Сделанная в жанре классического английского детектива картина «Десять негритят» добилась большого резонанса в прессе, очаровав и детей, и взрослых. И, как всегда, у Говорухина на съемочной площадке собрался весь цвет советского кинематографа. Незнакомец бросил нам вызов. Я готов его принять. Он меркнул. Среди ярчайших работ режиссера стоит отметить фильм «Благословите женщину», снятый в 2003 году. Говорухин добился своей цели. Получился настоящий кинороман о судьбе русской женщины, готовой принести себя в жертву во имя любви. Станислав Сергеевич назвал свою картину гимном женщине, и это невысокопарные слова, потому что больше никаких определений после просмотра в голове не возникают, иначе как духовным подвигом жизнь главной героини не назовешь. Послушай, Вера, эти бабские ласки, картинки, гусьма, все это по боку. Мальчишка должен расти мужчиной. Что-нибудь со мной случится, искалючу жизнь и тебе, и сыну. Чем? Понимаю. А тебе и не надо понимать. Просто прими к сведению. Вопрос решен. Костера ему вещи собери. Я сам его отвезу. Блистательную комедию артистка Станислав Говорухин снял всего лишь за один месяц в перерывах между съемками другого своего проекта. Просто в руки попался блистательный сценарий, а актеры, которых он наметил на главные роли, оказались свободны и сразу согласились. В результате получился маленький шедевр. Васякин! Да не пил я, не пил! Хочешь, дыхнул? Ой, давай попробуем еще раз сначала. Ну, что мне с тобой делать, а? Он ведь там один сидит с гармошкой. Как ты понять не можешь? Сватают тебя, тебя Викентий сватает. Даже Муся соображает быстрее тебя. Ну, зачем меня сватать-то? Так она умом, умом поехала, чтобы убедиться. Я же твой характер знаю, поэтому не стал возражать. Разрешил, значит. А что, нужно было отказать? В годы перестройки Станислав Говорухин уходит в кинодокументалистику. Первый постперестроечный художественный фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» – это во многом крик отчаяния. Говорухин изобличает новую Россию, задыхающуюся во всеобщей вседозволенности и продажности. Это ты? Я знаю, это ты. И вот, что я тебе скажу, народный мститель. Если с моим Вадимом что-нибудь случится… Поздно. Что поздно? Поздно спохватился. Уже случилось. Что? Что ты сказал? Что ты сказал? За ним. Конечно, случилось. Раз он насильником стал, с ним давно уже что-то случилось. Ворошиловский стрелок несет на себе некий оттенок публицистики. Взяв за основу историю фронтовика, чинящего самосуд над современными прожигателями жизни, надругавшимися над его собственной внучкой, режиссер отнюдь не делает попыток психоанализа в духе Достоевского, но нещадно выставляет на показ духовное разложение нового общества. Актерский состав хорош, но в первую очередь восхищаешься Михаилом Ульяновым, который крайне проникновенно и искренне исполнил свою роль человека высочайших моральных ценностей и принципов. Нехорошо, где попало, инструмент свой разбрасывать. А зачем тебе инструмент? Дома в деревне у тебя больше нет? Да так-то, но так, Алёш. Только жизнь тяжёлой пошла. Нельзя без инструмента. Биография человека – это его произведение, говорил Станислав Говорухин. Моя биография – это мои фильмы. И фильмы Станислава Сергеевича, и память о нём, как о выдающемся, талантливейшем человеке, навсегда останется в наших сердцах. А на сегодня всё. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»